А как горячо? Видите, греется долго, а строится быстро. Ой, это же очень долго этим надо заниматься. Мне нравится. Ковать железо пока горячо мы учились с кузнецом, художником Михаилом Раткиным. Нашей телекомпанией он показал весь процесс изготовления изделия из заготовки. По технологии, которая применялась в 19 веке. С тех времен набор инструментов кузнеца практически не изменился. Только для больших производств сейчас используют электричество. Здесь же для выполнения более мелких деталей, требующих кропотливой работы, вполне подойдет способ получения огня с помощью искры, из которой разгорается пламя. В результате заготовка томится в углях при температуре более 1000 градусов по Цельсию. А затем из нее получаются настоящие шедевры. Больше мне, конечно, нравятся интерьерные вещи, как, допустим, рыцарь стоит. Очень интересный был заказ. Оформляли в Подмосковье дом в виде замка. Сделали туда рыцари, мечи, щиты. То есть все было в таком готическом стиле. Очень интересный заказ там. Рыцарь был воплощен в жизнь за месяц. Однако Михаил Алексеевич занимается не только художественной ковкой, но и литьем. А это лето провел за экспериментальной археологией. Вместе с доктором исторических наук Иран реконструировал процесс получения железа из руды. С помощью еще одной небольшой печки. Они буквально получили меч из грязи. Кроме того, в планах кузнеца и его рязанских коллег стоит развитие и поддержание исторически значимого направления. Иногда приезжают ко мне дети. Были экскурсии из Москвы, приезжали, работали. То есть детишкам очень нравится возиться с металлом. А планируем в дальнейшем в Рязани поставить уже стационарную кузню в стиле средневековья. Полноценную, действующую. Чтобы там могли не просто детки поработать, а туристы из других городов приехать, посмотреть. Ведем переговоры с администрацией. Вроде бы все положительно складывается. Так что вполне возможно этот проект осуществится. Так что во время прогулки по городу туристы, возможно, вскоре смогут заказать себе рязанский сувенир. Принять участие в его изготовлении и радоваться на 100%. Ведь железное изделие, которое рождалось рядом с человеком, греет душу гораздо больше, чем купленное в магазине. Во время съемок Михаил Раткин изготовил для нашей телекомпании подарок. И тут же в озере рядом с кузницей остудил его в воде. Все очень естественно и натурально. Подковы не дарят, не продают, не покупают. Для того, чтобы они принесли счастье, ее надо найти. Я ее сейчас теряю, а вы совершенно случайно ее находите. Хорошо, давайте. Где же она? Где же подкова? Ой, на что-то я наступила. Для телекомпании «Город» специально от местных кузнецов. Спасибо. За 20 лет любимое занятие Михаила Алексеевича выросло в полноценную мастерскую. Все работы автор выполняет по предварительным эскизам, подходя к делу с любовью. Перенять его опыт может каждый, кому понравилась эта работа. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...